Недавно была открыта консультация. Я иногда в группах, в контактах сейчас провожу беседы. Одна девушка говорит, что я с парнем три года в гражданском граке пожилась. Как только решила жениться, он раз и... Это был не парень, не оборотень. Потому что жениться он никогда не хотел. Он хотел тобой понаслаждаться и... Кобеду не жди твой песик. Вот. Классика советского кино. Так. И поэтому она говорит, как сделать так, чтобы его вернуть? А никак не вернешь. Потому что он не хотел с тобой жить. Он хотел побалдеть и тебя вышвырнуть. У мужчин такое есть, бывает. Называется труднее. Есть пчелы рабочие, а есть труднее. И они все одинаково выглядят. Надо распознать. И вот общайся, распознавай. Увидела, что не рабочая пчела. Жениться не хочет, ответственность не хочет брать, тогда до свидания. Все. И как же аскеза побеждает судьбу? Как это происходит? Аскеза в буквальном смысле слова приближает судьбу. Вот девушка, допустим, начинает о всех заботиться, всех любить. И вот постепенно у ней проходит определенная трансформация в жизни, которая приводит ее к замужеству. Вот прямо через эту аскезу, аскеза приводит прямо непосредственно к замужеству. Это и есть ходить к замужеству. Что значит ходить к замужеству? Это совершать аскезу, которую ты учишься всех любить. Поэтому девочки в ведической культуре, в древней, 7 лет брали на себя эту аскезу. 7 лет от рода уже знали, что надо о всех заботиться, всех любить. Надо совершать женские аскезы для того, чтобы потом к 16, 17, 18 годам, когда уже пора рожать детей, не к 47, 8, 9, а к 17, 18, 19, они уже получали себе хорошего мужа. Они эту аскезу совершали по 10 лет, начиная с 7 годов от роду. Они там не в школе учились в это время, в институте, а они знали, что для женщины важнее. Они совершали аскезы в отношениях, заботились обо всех, любили всех, служили всем и достигали силы вот этой получить себе мужа. Получали то, что хотели. Теперь, допустим, мужчина хочет устойчивой работы, зарплаты, влияния в обществе. Точно так же. Служение в обществе в виде труда. Причем труда радостного, сильного, спокойного, стабильного, не дергаться, трудиться, заботиться о тех, кто дает тебе деньги, возможность жить. И эта аскеза приближает тебя, дает тебе силу найти правильную для себя, хорошую, стабильную работу. Вот ты совершаешь аскезу, своим трудом пользу приносишь людям, радостно, не то, что гады мучают меня, не хочу работать, деньги хочу. Нет, радостно именно. Второе дыхание открылось, ты сначала бежать не хочет никто. Пробежался немножко, потом раз, второе дыхание, все. Работаешь, вработался, начал работать, работай радостно. И тогда ты будешь приближаться не к этой вот работе, на которой ты работаешь, а к той, где ты должен работать. Таково движение, ходьба к своей цели у мужчины, означает аскеза в труде. Так мужчина идет к своей цели. Ходит, можно по судьбе ходить, не только по земле, понимаете? Девушка идет к своей цели через служение, любовь всем, заботу обо всех. А мужчина через стабильный труд, на благо других людей, радостный. Радостно отдаю свою энергию, силу свою внутреннюю. Если человек хочет победить судьбу, которая связана с лишениями, надо себя чего-то лишить. Самый простой способ это не двигаться. Допустим, тебя хотят посадить в тюрьму, допустим, да? Садись перед алтарем, не двигайся. Целый час сиди, не двигайся, а может и больше. И просто думая о Боге, молись, лучше включи голос святого человека какого-то. Чтобы ты эффективнее молился, надо чужой опыт перенять, почувствовать эту веру в Бога от кого-то. И ты вместе с этим человеком молишься, который знает, не двигаешься совсем. В это время проходят четыре стадии. Первая стадия. Сначала возникает в теле такое чувство, что ты не хочешь сидеть неподвижно. То есть такая неприятная ломота. Потом она превращается в жар. Потом дальше, как будто ты отсидел, все тело становится не твоим. Оно становится, как отсидел ты его. А потом легкость на четвертой стадии. Вот на этой четвертой стадии, когда легкость появляется, ты подумай о том событии, которое тебя мучает. И ты увидишь, что в это время думать об этом событии станет очень тяжело, и телу станет тяжелее сидеть неподвижно. Как будто бы легкость прошла, а опять стало тяжело, хотя была легкость. Это значит, что вот эта энергия аскезы тела вся пошла в это событие. А может наступить такой момент, что у тебя в теле, и тебе будет захотеться поменять положение тела, а ты просто думай о Боге и не меняй, и вспоминай это событие, и сиди неподвижно. И в какой-то момент ты почувствуешь, что твое тело не двигается, и оно способно сидеть неподвижно, и ничего не меняется в нем. В нем стало легче, а событие в твоей памяти начало таять. И это значит, что ты его скоро победишь. То есть оно на следующий день может опять вернуться, потому что судьба каждый день обновляется, действует. Но если ты каждый день будешь неподвижно читать молитву, сидеть, может так случиться, что все вернется не против тебя, а за. И так обязательно случится. То есть если тебя чего-то хотят лишить, то ты сам себя лишаешь подвижности просто, и ты побеждаешь таким образом этой аскезой для тела неподвижной, побеждаешь зажатость своей жизни. Я вам рассказываю свой опыт, я знаю точно, как это действует. В тот момент, когда ты будешь вспоминать о плохом событии, станет тяжелее сидеть, но ты и не двигайся, не сдавайся. Сдавайся. А? За кого хочешь? За кого хочешь? Сколько? Ну вот 40 минут, такой период. Ну понимаете, я хочу вам сказать, что вот эту аскезу для тела неподвижную, для победы над какими-то, ну допустим, нет квартиры, нет лишения какие-то у человека, поймите, это опасно делать. Если вы чувствуете, что тело ломит и становится больно потом, лучше не надо дальше в эту аскезу идти, лучше тренируйтесь. Понимаете, это психические каналы тела, они связаны с нашей судьбой. Но сначала, когда они больные, вы даже первую стадию не пройдете, вам плохо станет, вы можете даже в оморок упасть. Поэтому лучше потихоньку как бы тренироваться, и если вы все эти четыре стадии сможете проходить, то за час уже будет очень сильное продвижение в вашей памяти, вы будете чувствовать, что вы побеждаете судьбу. Память всегда связана с объектом. О чем мы думаем, то и с тем мы контактируем. Всегда. Это закон. Не думайте, что это мое воображение, это правда так. Просто в этом победе есть три стадии. Опять же, сначала в сердце спокойно, потом в влиянии. То есть я нашел адвоката, который может меня защитить. Вот, от этих, которые хотят, допустим, незаконно что-то со мной сделать. Три стадии там, три стадии защиты. То есть легче стало в сердце, это не значит, что все будет хорошо. Надо дальше молиться, дальше двигаться в этом направлении. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что аскеза всегда приводит человека к победе, но только надо знать, какая аскеза к чему приводит. Я вам это примерно рассказываю, как это все действует. Допустим, если ты чувствуешь, что тебя в жизни все время обманывают, судьба, допустим, там, как я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту, и девушку любил не ту. Ну, то есть обманывает жизнь, да? Что делать? Все, что понято с трудом, то мне дороже. Ну, то есть, а делать вот что надо. Если ты чувствуешь, что тебя судьба обманывает, учись говорить правду. Начни просто людям открывать сердце свое. Хорошим людям, хорошим. Старшим лучше всего. Не надо дуракам сердце открывать. Как говорят, как бы, на дурака не нужен нож. Ему с три горба наврешь, и делай с ним, что хочешь. Если человек открывает сердце не тому ли человеку, это дурость. Открывайте старшим, как бы, исповедь, покаяние. Открывать сердце старшему означает способность увидеть трезво свою жизнь. Если ты открываешь сердце старшему, ты свою жизнь сможешь увидеть трезво. Даже вот эти, просто у нас люди встают, начинают мне говорить. Они пока говорят, уже сами понимают, что делать. Мне даже отвечать не надо. Говорит, Олег Геннадьевич так все видит хорошо. Так вы сами открываете все. Как вы говорите, уже все понятно становится. Потому что вы сами все сделали. Когда человек открывает сердце, в это время он ясно видит свою жизнь. Уже чуть-чуть помочь, и все остается. Совсем немного. Если ты хочешь сдать экзамен, тогда научись видеть в этом пользу. Ну, допустим, экзамен по физике хочешь сдать. Некоторые зубрят, 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 думают, о, сейчас все буду знать, сдам экзамен. Нет, просто научись в этой физике видеть пользу, пойми, и зачем она нужна. И эту пользу, знание, видение своей пользы физики, что ты любишь физику, покажи преподавателю. Так как он сам любит физику, он увидит, и все, он тебе обязательно поставит хорошую отметку, даже если ты ни бени, ни кукареку не скажешь. Потому что только через любовь передается милость. Часто преподаватели выбирают людей, которые вообще, вот это, логики нет. Если запись посмотреть, как отвечают люди на экзамены, логики никакой нет. Человек может много чего хорошего сказать, но не нравится он, преподаватель, этот человек. Его все равно завалят. А другой человек приходит, и он любит предмет, но ничего не понимает в нем. Как я помню, со мной сдавал один из Афганистана, человек пришел, там служил в Афганистане, воевал, пришел в медицинский институт, решил поступать, хоть хотел, теперь людей не убивать, а лечить, научиться. Хорошая, благородная идея. И он там, как бы, он вообще ничего не соображал по химии, вообще. Он потом рассказывал мне об этом. И ему преподаватель сказал, ну какого цвета учебник, как бы, по химии. Ну какого цвета он знал? Ну это же совсем смешно. Ну он поставил 4. Потому что хороший человек, он, видно, что хороший человек, понравился. И он, правда, потом хорошим врачом стал, этот человек. Любовь передает милости. Когда человек любви достигает, с восхези, милость приходит в его жизнь. какой признак, вот как определить, что человек аскетичный? Аскетичный человек имеет определенные признаки. Как, например, такие признаки, когда человек аскезы, связанные с пищей, совершает, то он обретает способность кушать, пить только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Всю жизнь. Вот как-то в жизни его так складывается, что он не в ресторанах, не в кафешках китайца, а только пищу, приготовленную добрыми людьми и только освященными. Это аскеза в питании, такой результат дает. Дальше. Мужчина, какой бы он трус не был, если он как мужчина живет, по-настоящему свой мужской долг выполняет, ответственно живет, становится сильным и мужественным. Всегда. Любой человек. Неважно, какой трус был. Дальше. Если человек, если мужчина всегда в обществе выполняет свой долг перед обществом, перед страной, перед государством, сейчас у многих людей даже это понятие государство атрофировалось. Мы только столько негатива от правительства читаем, что у нас атрофировалось это понятие полностью. Мы не понимаем, что мир в стране это милость, войны нет уже сколько? 60 с лишним лет. Это милость. Вот на этой стране нет войны здесь. Это милость, которая идет от старших, от тех, кто управляет страной. Будь благодарен. Будь благодарен. Иначе получишь другой результат. Тотальная неблагодарность народа приводит к революции. Революция приводит к тотальному разрушению страны. Она может 20-30 лет потом после этой революции восстанавливаться, как у нас было в 17-м году. Вот сейчас мы хотим повторить подвиг Матросова, да, еще раз хотим лет на 40, да. Вот это вот. Надо любить старших, учиться. Вот дали мир, дали нам. Есть дороги, по которым можно ездить, есть предприятия, на которых можно работать. Это все означает милость. Уважать надо эту страну, уважать правительство, уважать культуру, все уважать надо. И когда человек-мужчина вот так патриотично, серьезно настроен, он получает верную и честную жену, которая так же его уважает, как он родину. Потому что для женщины родиной является муж. А для мужчины страна. Ну это та, аллегория. Ну так и есть на самом деле. Она пилит мужа, женщина, а мужчина государство. Мужики государство пилят, женщины там на демонстрации не выходят, кирпичами не кидаются, мужики это делают. А женщины сидят в это время, пилят своих мужей, которые выходят на демонстрации, кидаются кирпичами. Все закономерно. Очень каждый своим делом занимается. Если человек, будучи сильно процветающим, постоянно думает о нищих и постоянно заботится о нуждающихся, его процветание никогда не закончится. Еще раз повторяю. Если человек, будучи богатым и процветающим, постоянно заботится о ком-то и думает только об этом, его процветание никогда не закончится. Потому что он вошел в правильную аскезу. Он делает правильные вещи, которые будут его возможность быть влиятельным, взращивать постоянно. И знайте, что то, что я перечислил, это плоды необыкновенного эскетизма. Обычно богатые люди не способны жертвовать, они становятся жмотами. Обычно сильный, мужественный человек становится жестоким. И так далее. Знаете, что если человек сильно привязан к сексу, сну, еде и негативу, он никогда не сможет стать аскетичным и побеждать с помощью аскезы свою жизнь. Есть четыре силы, которые разрушают аскезу, аскетичность. Это сильное желание секса, ну, постоянное занятие сексом чрезмерное. Раз. Второе. Лень. Много сна, много неподвижного состояния. Лень, неподвижность. Такая ленивость. Дальше обжорство и сплетни. Бя-бя-бя-бя-бя. Разрушает аскетизм человека. Девушке достаточно просто посплетничать 15 минут с подружкой и до свидания, аскетизм. Вы не сможете дальше то, что вы наметили сделать. Просто чуть-чуть кого-то пообсуждали. Мужики новости посмотрели там, эээ, все, Балоха, все, до свидания, аскетизм. На следующее утро вы не встанете рано утром уже. Почему? Потому что не будет сил. Силы человека побеждать себя всегда коптятся в позитиве, а не в негативе, запомните. Все негативно настроенные люди, все эти бубнилы, они никто не аскетичные. Все эти люди, на самом деле, они все слабы в своем сердце. Сильный человек всегда благородный и всегда добрый ко всему. Доброе отношение ко всему. Понимаете, сейчас очень сильно процветает особенно межрелигиозная злоба. И это позитивируется как доброта. Если человек видит, что вера неправильная, даже если он это видит, что вера неправильная, он все равно будет об этом говорить с добротой, а не со злобой. И это признак того, что у него вера правильная. Но если он ненавидит кого-то, это у него все неправильно, а не у того, кого он ненавидит. Я не говорю про саму веру, я говорю про то, как верят люди в Бога. Если ненависть, злоба брызжет изо рта у человека, никогда это не значит, что у него правильная вера. Запомните. Это не значит, что он не в правильной вере находится. В вере-то, может быть, он и в правильной находится. Только в его сердце вера неправильная. Вот в чем проблема. Что правильная вера всегда обозначается добротой сердечной. Человек с правильной верой способен переварить злобу в своем сердце, ненависть и быть благородным. Это признак правильной веры. Жестокость злоба, хамство никогда не является признаком правильной веры. Сейчас мы перечислим признаки аскетичных людей. Куда аскеза уходит? Первое, она уходит в благородное происхождение. Если человек правильно жил в своей жизни, он рождается в аристократической семье с хорошими правилами. Как раньше дворянское происхождение говорили. Он как бы рождается в дворянской семье, этот человек. Или вот в очень такой образованной, интеллигентной семье, как Лев Толстой, допустим, был дворянином. Это значит, что он с прошлой жизни был аскетичным человеком. Это первое. Дальше. Способность совершать аскезы. Легко вставать рано утром, легко поститься, легко бегать там, спортом заниматься, легко прощать, прощить прощение. Означает аскетизм с прошлой жизни. Образованность. Человек эрудированный внутренний, то есть он понимает вещи такими, какие они есть. Признак аскетизма с прошлой жизни. Хорошие манеры. Признак аскетизма с прошлой жизни. И когда человек соблюдает правила религиозной жизни. Знаете, что это за правило? Сейчас объясню. Когда человек, допустим, не женат, он не должен заниматься сексом ни с кем. Не женат, совершая аскезы, образовывайся, учись, стань сильным, зрелым, женись. Первое правило. Не женатый человек не гуляет. Это означает, что он живет правильной религиозной жизнью. Второе правило. Женат, совершай аскезы в семейной жизни. Зарабатывай, ограничивай свои чувства, заботься о других людях, корми страну. Ну то есть совершай добрые дела, не разводись, не гуляй, не думай о других женщинах. Выполняй свой семейный долг. Дальше, третье правило. Если ты уже как бы отошел от семейной жизни, от дел, думай только о Боге и молись. И четвертое правило. Есть люди, которые добровольно принимают отреченный образ жизни. Вы знаете все правила этих людей. Надо жить в храме, надо поменьше мирского, побольше молитвы, поменьше критиковать, побольше раскаиваться, аскезы совершать и так далее. Женские и мужские аскезы, в чем разница? Интересная разница есть. Я когда приехал в гостиницу, вот здесь вот, я сидел, ждал, когда меня заселят. Я знал уже, когда я ехал, что меня не сразу заселят. Я посмотрел на свою судьбу и увидел по левой руке у мужчины, как бы, связанной со средним пальцем, препятствия увидел вот здесь вот. Ну, я не буду вам все эти рассказы, тонкости. Это препятствие означает, что меня не заселят сразу. Так оно и получилось. Я там час сидел, ждал. Вот. И в это время я уже не знал, что мне делать, там, устал с дороги. И посмотрел на телевизор, и в это время там женщины занимались боксом. Две женщины дрались, били морду другу. Такие. Это не женское дело, морду бить. Не женская аскеза. Она, женщине, не помогает, эта аскеза. Ну, не помогает никак вообще. Потому что женская сила – это способность побеждать без боя. То есть, женщина так создана, у нее так природа устроена, женская, что она побеждает лучше, эффективнее, без насилия. Вот если она не совершает насилие, она лучше побеждает, чем если она совершает. А если она начинает совершать насилие, она, наоборот, себе портит жизнь только и все. Вот, например, если женщина заплачет, она больше добьется, чем если она будет царапать мужа когтями. Понятная система, да? Есть женские аскезы, значит, получается, есть мужские. Ну, то есть, храбрость, выносливость, спать на твердом, любить за холодную воду, всегда пытаться побеждать, доказывать свое, отстаивать, как бы, свои правила жизни. Спокойствие, терпение, непреклонность внутренняя, способность отличать дурное от хорошего, мужество внутреннее, способность переносить трудности жизни. Это признак мужских аскез. Это мужские аскезы все, не женские. Женские аскезы – доброта, способность быть доброй, прощать, способность прощать женская аскеза, не мужская. Дальше нежность, заботливость, способность заботиться – это аскеза. Что думаете, очень легко заботиться? Некоторые мужчины думают, а что это, ты же женщина, давай готовь. Это силы нужны, чтобы готовить. Силы, женские силы нужны иногда, этих сил нет, очень трудно иногда. Это аскетизм. Быть всегда, любить, уметь любить, готовить, заботиться – это означает аскетичная женщина, сильная, немного сил женских. Это не то, что само собой это происходит. Если у тебя мужских сил нет, то в ней женских не будет, она не вдохновляется. Противоположная энергия. Мужчина крепкий, сильный, терпеливый, женщина становится заботливой, нежной, ласковой. Противоположная энергия всегда усиливает друг друга. В семейной жизни. Есть интересные вещи, что есть женские аскезы, которые вдохновляют мужчину на что-то. Хотите знать, какие энергии у мужчины появляются в жизни благодаря женщине? Слава. Слава. Славным мужчина становится, если в него верит жена. Жена верит в человека, он славным становится. Удача. Если женщина верна своему мужу, то у него в жизни появляется удача. Удачливым становится. Ну нельзя его убить, невозможно, ничего с ним сделать плохого. Жена верность жены это все делает. Изящная речь означает, если у человека изящная речь, это значит, что жена правдивая. У жены правда в сердце очень сильная. Изящная речь. Память. Сильная память у мужчины. Это значит, что женщина не имеет злой памяти. Она все прощает. Прощение в женском сердце дает память мужчине хорошую. Рассудительность у мужчины означает чистоту у женщины. Если женщина очень чистая, целомудренная, значит мужчина будет рассудительным. Целеустремленностью человек обладает, если его жена соблюдает правила религиозной жизни. Она все делает по правилам религиозным. Мужчина становится как стрела, направленным куда надо. Доброта появляется у мужчины, если жена снисходительна к нему ошибкам, недостаткам. Станутся добрым, снисходительным к людям. И только одно качество одинаковое. Если женщина терпит, мужчина тоже терпит. Если мужчина терпит, то женщина терпит. Одно качество совпадает, а все остальные отличаются. Но это одно и то же. И можно наоборот сделать, сказать наоборот. Если мужчина славный, то есть он как бы имеет славу, то вот женщина такой вот становится, как я вам говорю. То есть она, женщина становится для него, ну вот такой как бы уважает его сильно, любит. Она просто от того, что он славный становится, он уважает его, потому что он сильная, славная личность. Если мужчина способен побеждать с тудьбу, становится удачливым, то тогда женщина в результате, она становится верной и так далее. Ну то есть это одно и то же просто в мужском и женском теле. Мужчина достигает своего, женщина меняется. Женщина достигает своего, мужчина меняется. Поэтому счастье в семье, оно, это одни весы на двух чашах. Ну счастье для двоих одно и то же. Ты свое сделала, получила в нем то, что нужно тебе. Ты свое сделал, в ней получил то, что тебе нужно. Делай свое, не надо пальцем ни на кого указывать. Допустим, ты у меня неверная, поэтому я несчастный, у меня удачи нет. Да нет, ты несчастный, потому что ты несчастный. Стань неудачливым, жена станет верной. Если человек терпелив в жизни, то он всегда снисходительно относится к недостаткам других. А терпелив означает, побеждает свою судьбу. Если человек свои недостатки побеждает, он никогда не будет критиковать людей за их недостатки. Потому что критика людей за их недостатки всего лишь означает, что ты сам не побеждаешь свою судьбу. Поэтому ты излишься на то, как люди ее не побеждают. Сам начни побеждать свою судьбу, по-доброму начнешь относиться к алкоголикам, к тунеядцам. Если тебе ленивые люди раздражают, значит ты не победил себе эту судьбу. А если тебе просто сострадание к ним, думать, господи, что же ты такой ленивый. Ну не то, что ты не заставляешь его, помогаешь ему не быть ленивым, но при этом злобы нет. Это значит, что ты победил свою судьбу. А если, допустим, ребенок двойку получил, значит ты не победил свою судьбу. Если ты чувствуешь, что как-то так вот, значит победил. Если ты строго к нему относишься, но по-доброму, значит это не твоя двойка, это его двойка. Ты уже эту двойку не заслуживаешь, он заслуживает. И он не перестанет, значит, получать по твоей милости. А если ты на него орешь или кричишь, значит это твоя двойка, твоя по твоей судьбе, родная. Точно так же начальник, если он гнобит своих подчиненных, они родные, они тебе положены, эти люди. А если ты по-доброму относишься к ним, строго, но по-доброму, говоришь, Василий Петрович, я тебя уволю, если еще раз выпьешь. По-доброму. И увольняешь по-доброму потом. Да, можно по-доброму увольнять спокойно. И у него злобы в сердце не остается. Он пошел, говорит, да, виноват, я сюда не справился. И он все понимает, потом на следующей работе уже нормально себя ведет. Или опять возвращается уже трезвым. То есть терпение означает победа над своей судьбой. Терпеливые люди всегда победоносцы. Если видите, человек нетерпеливый, значит он не справляется с своей судьбой. Признак такой. Итак, способность преодолевать неустойчивость своей жизни, способность побеждать свою судьбу, называется терпением. Что такое терпение? Что это за качество характера? Если ты способен побеждать свою судьбу, значит ты становишься каким? Терпеливым. Спокойно относишься ко всему. А у женщины это как проявляется? Женщина должна быть терпеливой? Нет? Это по-другому у женщины выражается. Допустим, она должна эмоции терпеть. Вот, допустим, она хочет мужу пожаловаться и терпит, терпит, значит побеждает судьбу. Должна терпеть? Нет? Нет. В чем терпение женское выражается? Верности. Верности оно выражается. Способности закрыть рот, когда мужчина открывает. Если он открыл рот, молчи, слушай. Ну, хотя бы делай вид, что слушаешь. Так, стой, слушай, как будто бы слушаешь. Господи, когда же он заткнется? Вот. Но слушай смиренно, делай вид хотя бы вот так вот, стой. Это означает терпение для женщин. Потом можно поплакать, когда он закончит. Не обязательно там вот все время стоять и молчать дальше. Можно поплакать. Нормально. Терпение у женщины не означает, что она свои эмоции зажимает. Если женщина зажимает свои эмоции, у нее гормональные функции разрушаются. Она рожать не сможет потом. Плакать не запрещается. Жаловаться не запрещается. Вот. Все это женщине не запрещается. Но убегать к другому запрещается. Не уважать мужа запрещается. Не прощать запрещается. Вот это означает терпение. Что я приняла две вещи, женщина в терпении, означает две вещи приняла. Зарплату мужа и его характер. Две вещи всего надо принять, женщина. Не так много, правда? Зарплату и характер. И все, счастье полное, все отлично. Да. Как научиться прощать? Тема сложная, я ее поднял, но как бы я знаю, что я не смогу ее в полной степени раскрыть, потому что только духовные развитые люди обретают способность к прощению. Некоторые люди говорят, я что-то простить до сих пор не могу. Вот прощаю, прощаю, не могу простить. Запомните, человек вообще никогда не может никого простить. Это только Бог в моем сердце дает мне милость простить. Если я кого-то простил, значит, Бог мне уже дал эту милость. Потому что если я кого-то не простил, это значит, что я милость эту не получил в своей жизни. Не получил. Это значит, что я сам не прощен. Потому что когда человек в моем сердце не прощен, это значит, что я таким был раньше и еще свою карму плохую не отработал. Вот если я не простил какого-то человека, значит, я еще такой же чуть-чуть остался, как он. Понятно? Вот если я полностью простил, значит, это уже не моя судьба, этот человек. То, что он сделал со мной, больше никогда уже не повториться не будет. Это даже касается убийства. Допустим, кого-то ребенка убили, допустим. Убийцу все равно. Да, наказать надо обязательно, но простить. Если ты простил, то с тобой это никогда уже не повторится. В следующей серии не будет уже закончиться, это кино в твоей жизни все. А если не простил, не закончится. Опять возможно будет. Потому что это твое кино, твое. Ты сам сделал то же самое когда-то. Хоть это и прискорбно об этом вспоминать и думать. Как один человек ко мне пришел, говорит, у меня серия тяжелых событий в жизни. Начал смотреть на него судьбу. Тогда еще консультации давал. Время больше было, свободно. Смотрю, говорю, что-то вы, наверное, в прошлой жизни много людей поубивали. Такой смотрит на меня, и мне такой раз холод потел. Он говорит, я и в этой жизни уже много поубивал. Мне правда, когда школа-то зыб такая по телу пошла. Правда? Реально? Я говорю, ну вот поэтому и череда событий идет. Он говорит, меня не поймали. Говорит, но события плохие. Я говорю, вот терпите теперь, что делать. Судьба может посадить в тюрьму, не обязательно правительство будет сажать. Не может человек избежать наказания, если он злобствует. Никогда не сможет избежать наказания. Иногда люди злобствуют по своей просто искренней неграмотности. Искренней неграмотности. Особенно это касается вопросов веры. Если человек злобствует, не зная, что он злобствует по поводу правильной веры, думая, что это не вера, а просто какой-то сатанизм, он так думает и злобствует. Он может думать, допустим, и как бы этого не касаться. Нормально. Мы не можем все замыслы Бога знать. Но если человек думает, что это неправильная вера, и злобствует, это называется невежество просто. Но оно не оправдывает. Или человек берет, взрывает себя, убивает других ради веры. Он в это время имя Бога повторяет. Представляете? Он злобствует конкретно, лишает людей жизни ради веры. Этот человек не оправдывает. Все равно ты будешь за это отвечать по-любому. Потому что если ты взлобствуешь, даже ради веры, все равно, хоть ты невежественный человек, ты не понимаешь, что ты делаешь, искренне заблуждаешься, все равно за это будешь отвечать. Все равно. Поэтому правило номер один. Никогда не злобствуй. Это самый лучший способ избежать серьезных проблем в своем будущем, в своей судьбе. Никогда ни перед кем не злобствуй. Самый лучший способ. Потому что если ты думаешь, что ты свою злобу проявляешь ради справедливости Господней, то, может быть, ты ошибаешься. Такое может быть вполне. И тогда еще больше, к сожалению, ты получишь. Поэтому, знаете, самые большие страдания человек испытывает, когда он оскорбляет верующих людей. Если человек оскорбляет искренне верующих людей, он Богом не будет прощен. Это я вам цитирую в Священном Писании. Пока он не раскается перед этими людьми сам лично. Представляете? Прощение не всегда доступно. Мы не можем быть прощенными иногда. Вот в этих случаях, когда святого человека, особенно человек оскорбляет, он не будет прощенным, пока он не раскается перед этим лично человеком. Есть четыре категории людей. Если ты оскорбил невежественного человека, просто раскася в своем сердце перед ним, и ты будешь прощен. Невежественный человек – это человек, погрязший в грехах. Например, ты говоришь, ты убийца на того, кто убил. Оскорбил его. Душа же, правда, не убийца, душа просто. Ошибся, заблудившаяся душа, конечно. Ну, за злобой сказал на него, просто расскажи, скажи, что-то я погорячился. И все, и ты будешь прощен сразу. Без проблем. Дальше. Если ты оскорбил человека в страсти, то есть человека, который сильно привязан к деньгам, к славе, к подчету. Другого счастья у него в жизни нет. Ты такого человека оскорбил. То просто раскайся в своем сердце и этому человеку улыбнись, скажи, добрый день, я рад вас видеть. Скажи ему что-то хорошее. Не надо ему приходить и раскаиваться перед ним. Невежественному человеку не надо подходить и раскаиваться перед ним, потому что он это запомнит тебе потом. Страстному человеку не надо подходить и раскаиваться, сердце свое открывать, он обязательно запомнит, он не будет тебя наказывать за твое оскорбление, но воспользуется. Ну, за твое, например, ты раскаялся перед ним, а он потом придет и тебе скажет, так как ты вот такой, теперь вот так будет. Ну, то есть он воспользуется этим, он поменяет отношения в свою пользу. Вот, поэтому страстному человеку не нужно говорить, что ты раскаялся, а просто по-доброму начать к нему относиться. Вот если благостный человек, кто такой благостный человек? Это тот, кто зла никому не желает, над собой работает. Понимаете, есть три категории людей. Есть люди, которые вообще как бы не хотят ни над чем работать, они хотят просто балдеть. Это невежественные люди. Кто такие страстные люди? Они работают над другими. Их энергия, победа над судьбой направлена вовне. Они думают, что надо деньги привлечь в свою жизнь, будешь счастливым, надо поменять близкого человека, будешь счастливым. Поэтому они меняют этот мир, страстные люди, они себя не меняют. Кто такие благостные люди? Они перестают этот мир менять, начинают себя менять. Вот когда ты с благостным человеком встретился, раскаясь перед ним напрямую. И тогда, ну не говори ему всех деталей, чтобы не ранить его сердце. И тогда ты будешь прощен. А если ты со святым человеком встретился, скажи ему все детали, раскаясь перед ним глубоко, и тогда ты будешь прощен. А если нет, нет, тогда не будешь. Понимаете, если ты со святым человеком встретился, тогда прямое раскаяние, глубокое раскаяние. Очень важно это знать. Иначе будешь мучиться всю жизнь. Поэтому непрощенность бывает в этом мире. Иногда люди говорят, я что-то непрощенный хожу такой, непокаянный. Как это выглядит? А это выглядит так, что человек не может отвлечься от дурных мыслей. Вы знаете, когда человека несет, в голове у него бардак, его несет, несет на злые мысли. Это значит, он кого-то сильно оскорбил. Вот есть такое понятие злыдни. Вот злыдни — это люди, которые сильно кого-то оскорбляли в своей жизни. И они не раскаялись. Они становятся постоянно в негативе, всех не любят, ненавидят. Конечно, они при этом какую-то добрую идею как бы этому какую-то делают, что она типа какая-то миссия в жизни важно ненавидеть других людей, особенно за их веру. Это просто оскорбление. Это дает такой результат. Человек не может отвлечься от негатива. Он постоянно думает о плохом, злится на людей, постоянно вот в этом каше, в этой варится. Признак серьезных оскорблений. Будьте осторожны. Если вы чувствуете постоянно что-то вам влезет в голову, вот эти мысли, все плохо, у нас страна плохая там и все прочее, значит оскорбление. Оскорбление страшной силы, разрушающая жизнь человека. Запомните, есть только одна сила, которая по-настоящему сильно разрушает жизнь человека и делает его необменяемым по отношению к самосовершенствованию Богу. Это оскорбление других людей. Продолжение следует...